Приветичи! Мы вернулись в мир Пайн! И мы выжили, выжили после землетрясения, которое случилось на горах, вон там, где-то там случилось землетрясение, и всё наше поселение обрушилось. К сожалению, наш братик погиб, но это не точно, мы ещё и точно не знаем, возможно, он всё-таки выжил. Мы нашли на его рабочем столе карту, по которой мы сейчас движемся. Движемся мы в сторону Южа. В прошлой серии мы, когда упали с горы, мы встретили небольшого такого лохматого Южа, его зовут Юж. Вот, он похож на какую-то собачку. Кто это был? И он нам предложил помочь в освоении здешних земель. Сейчас ты находишься в районе исследования. Это показано на компасе. Цель где-то рядом. Хорошо. Это кто такие? Ребят, здорово! Погоди, это местные курицы, что ли? Я могу что-то здесь взять? Скорлупа, недавно вылупились птенцы. Так, посмотрим ещё карту. В принципе, мы неподалёку. Осталось совсем чуть-чуть, и мы встретим Южа. Нифига себе! Нифига себе! Да там целый город, ты посмотри! Обалдеть. И походу нам надо идти туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я спрятался. Блин! Блин! Ой, господи! А у меня-то всего лишь деревянная палка. Интересно, шатаю его или нет? Вот это поворот. А, ну в принципе, возможно. Убегаем, убегаем, убегаем. В принципе, возможно его ушатать. Доставим нашу рогатку, попробуем с рогатки его ушатать. Прям в голову. На тебе! Получай! Ой-ой-ой-ой! Не, рогатка ему вообще ничего не делает. Доставим палочку нашу. Блинский! Вот это у меня размахи! Ага, сейчас. Хотел мне спарту устроить. Черт, блок поставил. Чуть-чуть осталось. На тебе! Ну! А, это... Ой-ой-ой-ой, он все-таки меня пнул. Короче, я ему блок вначале снес. Теперь осталось его добить. Ну давай же, давай же! Почему у меня суперударов никаких нет? А почему? У меня же есть какие-то крутые с разбега. Оу! Я подлетел и отхватил. На тебе! Уложил на лопаточки! Стояба, куда побежал! Мы с тобой еще не... Он хилится, прикинь! Ты что, обалдел что ли? Кстати, как мне блок поставить? Я забыл про блок. Ой, не в ту сторону. Ой, не в ту сторону. А теперь мой выход! На тебе! Есть! Черт! Как же блоки ставить? Я хочу блок поставить. Ну давай, давай! На тебе! Рогатый! Крепкий бык! Ёшки! У меня совсем здоровья нету! Черт подери! Ну! Глянь на мое здоровье! И глянь на этого быка! Я его все-таки ушатал. Здорово! Эссенция рогача! Давай заберем ее! Эссенция рогача! Жетон собирателя! Походу, я собрал быка. Бечевка! Валун! Я слышал, что кто-то еще идет! Черт подери! Надо валить! Надо валить! Бежим, 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 бежим! И его братан пришел! Блин! Как мне спрятаться-то? Куда? Надеюсь, он меня не запалит. Давай, проваливай туда! Мне пройти там нужно. Давай-ка покушаем. Что у нас тут есть? Слизкий кусок мяса Белозлоба. Пшено есть. И пост на Ямс. Вот пост на Ямс я бы съел. Отлично. Блин, они, оказывается, патрулируют дорогу. Вот это попадос, слушай. Все, энергию пополнили, здоровье пополнили. Отлично. Походу, мне придется бежать в обход. Потому что там мне не пройти. Блин. Блин. А ты кто? А ты? Ой. Ой-ёй-ёй-ёй. С тобой я не хотел драться вообще никак. Но, походу, выхода у меня нет, да? Ё-моё. Ты чё такой злой-то? А не даром мне бабуля говорила, что тут опасно. Ну, давай, сделай свой ход. Чёрт. Блин. Ну, чё вы все на меня накинулись-то? Надо валить. Они бегут за мной, нет? Всё, кажется, я убежал. Фух. Ещё поедим, и всё. Надо придумать план, как обойти этих существ. Ночь на дворе, а я всё никак не могу дойти до этого Южа. Юж ждёт меня, а я всё тут в обходик, может, как-нибудь. Так, ещё раз давай посмотрим карту. Я, кажется, свалился. Я свалился так, что, походу, это капец. О, там, кажется, костерок кто-то разводил. Хорошо. Отлично. Я могу... А, это не костёр, слушай. Я-то думал, разведу сейчас костёр. Как насчёт, кстати, соорудить, соорудить... Костерок. Ремесло. А я не шишая не умею, прикинь. Я лошара вообще полный. Я вырос в лесу и нифига не умею костёр разводить. Да как так-то? Давай сходим сюда, посмотрим, может, тут что есть, какое-то укрытие или... Опа. А здесь у нас есть какой-то камень. Сфера ихтионов. Сфера ихтионов получена. Что ж, пойдём по берегу и наверняка мы куда-нибудь довылезем. Во! Это же... Давай подаём поближе. Вот так вот спрячемся. Может, ушатать его по-быстренькому? Он тут один. Ладенько, давай. А, он уходит всё. Сейчас мы тут осмотримся. Песчаник. Угу. Чё-то могу тут взять. Уютный скал. Ящик для пожертвований. Взаимодействовать. Я туда могу чё-то вкинуть. Не-не-не, я туда ничего вкинуть не буду пока. Ящик для пожертвований. Зачем он вообще? Мне бы кто чё пожертвовал. Мы где-то рядышком с Южем. Юж. Ну где же ты, Юж? Опа. Подожди, это же Южевский олень. А вот он и сам Юж. Отлично, мы его нашли. Здорово. Смотрю, ты уже вернулся. Кажется, ты чем-то озабочен. Люди такие странные. Случилось нечто ужасное. Не может быть. Ещё один... О, ползень. Хе-хе. Мы больше не можем жить на нашей скале. И мне нужна помощь. Пора нам найти новый дом. Хм, место для новой деревни? Это не так-то просто. На этом острове живёт много существ гораздо сильнее и умнее нас с тобой. Во всяком случае, гораздо умнее тебе. Видишь ли, все эти племена сражаются между собой за еду и территорию. И порой это создаёт проблемы. Вообще, я пытался выяснить, кто живёт в кое-каких деревнях. Потому что не знаю, какое племя занимает их прямо сейчас. Может, это... Кастомолы? Может, плевны? А может, рогачи? Мой совет. Ищи коробки, известные как ящики для пожертвований. О, а я такой видел. Представители всех видов используют их, чтобы делиться ресурсами и помогать друг другу в трудные времена. Если ты сделаешь подношение жителям деревни, а потом сможешь её найти, то они, возможно, впустят тебя к себе или даже решат помочь. Хорошо, я попробую. Если честно, я не люблю лезть в чужие дела. Мы, мудры, предпочитаем наблюдать, учиться и делать выводы, не выходя из нашего дома. Я отмечу наше поселение на карте. Оно прямо в центре этого острова. Если ты вдруг заходишь нас найти... Отлично. Одним другом больше. Ящики для пожертвований можно найти рядом с деревнями, у ведущих к ним дорог. Если положить в ящик пожертвования, оно будет передано в соответствующую деревню. А твои отношения с представителями этого вида улучшатся. Ну здорово, здорово, здорово. Надо пойти и что-нибудь положить в ящик, который мы недавно с тобой видели. Это, походу... Блин, там не только рогачи, но ещё и эти. Павлины вон те живут в этой деревне. Отлично, павлин сваливает. Есть шанс. Заложить какой-нибудь подарочек. Пока нас никто не палит. Чё, вкидывать-то будем? Чё рогачам лучше всего? Наверное, сено. Мягкая трава, сплетая которую можно получить нечто прочное. Растёт в низинах. А, подожди, подожди, не-не-не-не-не. Смотри, уютные скалы, оценка. Вот что им нужно. Сухая глина, птичий перец, песчаник, нактус. В общем, пшеница им в принципе не нужна, значит забираем её. Песчаники давай положим. Вот так. Всё, отдаём. И чё-то, чё-то я не понял. Вроде как ползунки сдвинулись, но непонятно в какую сторону. Опять этот павлин пришёл. Вовремя я свалил оттуда. Давай попробуем кое-что сделать. Вот здесь вот головоломка есть. Может мы её сможем решить. Опа. Что там, положить нужно что-то. А на той стороне что-то лежит. Так. Давай попробуем достать камень, который мы взяли. А, камня-то в инвентаре нету. Вот оно где лежит. Хорошо, давай тогда посмотрим энциклопедию. Значит рогач. Вот как они выглядят. Написано, что это суровые, но справедливые существа весьма грозного вида. Их рога невероятно опасное оружие, которым они смело пользуются. Так. Яркопёр. Во! Вот это птица, это короче не павлин, это яркопёр. Эти пернатые существа любят обставлять всё так, будто они держат всё под контролем. Но как только что-то идёт не так, ударяются в панику. В бою они довольно агрессивны и моментально отбрасывают всю свою спесь. Яркопёрые умеют гадать по звёздам. Пухляш. Это про которые я подумал, что они курицы. Небольшие миловидные птицы, которые похоже не умеют летать и могут жить где угодно. Кажется они страдают от аллергии на что-то, что присутствует в здешнем воздухе. Из-за чего постоянно чихают. Ха, я не слышу кстати, что они чихают. А это Белозлоб. С ним мы сражались ещё в прошлой серии. Всё, хватит энциклопедии. Здесь мы походу ничего сделать не сможем. Ну, что могу сказать. Нам мудр где-то отметил свою деревню. Но из-за тумана мы ни шиша не видим. Придётся идти вслепую. Ладно. Пойдём вслепую. Надеюсь что-нибудь интересненькое встретим. По дороге. Кстати, там вон что-то горит. Ой-о, там ещё и рогач идёт. Капец. Мне бы не помешало еды. Ух ты. Как раз то, что нужно. Смокровь. И надо прятаться. Надо прятаться, чтобы нас рогач не запалил. Вот так вот. Надеюсь он нас не запалит. Всё, рогач прошёл. Можно двигаться. Сейчас мы наберём смокрови. Это то, что мы можем хавать. А то еды у нас совсем нет. Отлично. Смокровь есть. Чё это такое? А, ещё один ящик для пожертвований. Тут тоже можно жертвовать рогачам и яркопёром. Значит, здесь я могу пожертвовать железо, звоночек, древесина, пшеница. У меня древесина есть. Давай им пожертвуем всю древесину. И мы видим, что у нас немножечко поднимается отношение в лучшую сторону. Там зелёненькая полоса. Что ж. И не шиша. Всё равно у нас вражда. Мы ещё можем дать им пшеницу. Сейчас попробуем дать им пшеницу. О, нифига себе пшеница. Как много репутацию поднимает. Отдаём. Безразличие. Ну всё, мы вроде бы как с рогачами теперь не враждуем. И я могу рядом с ними ходить. Вроде бы как. Ещё бы с яркопёрами подружиться. Пойдём рогача сейчас найдём. Вон он, рогач, уходит. А тут у нас чего? Уже яйца высидели пухлиши. Ну здорово, заберём. Отлично. Опа, рогач. Давай проверим наши с ним отношения. Привет. Мы с тобой не враги. У нас с тобой типа нейтралочка. Хе-хе-хе. И пошёл. Фига себе. Ты что, сейчас будешь их лупить что ли? Обалдеть ты мощный. С одного удара вынес. Просто камень в него кинул. Ладно. Они довольно опасны, эти рогачи. Несмотря на то, что я одного ушатал. Яйца я все здесь собрал. Перья заберём. Всё. Идём к рогачам. Здоровенько. Это новый рогач. Как жизнь? Как дела? Я иду к вам в деревню. Дружить с вами. Только не бейте меня. Ещё бы деревню найти. Клинолесье. Новая территория. Блин, мне нравится их корзина. Там что? Там что? Подождите, 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 братиш. Это что такое? Это ящик. Прикинь, ящик кто-то спрятал тут. Требуется ключ Эвальмара. Неудача. Вот беда. Продолжаем следить. О, багровик, ягодки. Сейчас заберём. И продолжим следить за рогачом. Так. Всё. Ягоды собрали. Бежим быстрее за рогачом. А, вот оно их поселение. Смотри-ка. Они на горах живут. Я быстрее тебя. Ого. Пыльцевое поле. На поле вроде ничего такого интересного не было. Наконец-то первая деревня. Эху. Здорово, ребята. Как ваша жизнь? Как ваши дела? Могу поторговать с вами. Наверное, ты и есть торговец? Фууу. Вся свою жизнь я повидал много странных существ, но такое, как ты, вижу впервые. Но как подсказывает мне мой опыт, чем удивительная внешность незнакомца, тем он богаче. Когда мне сказали, что сюда придёт человек, я не ожидал видеть такую тростинку. Тростинку? Ну да, любой из нас запросто переломает тебе руки, если захочет. Эвольмар – опасное место. Задумки. Вот что я для тебя нашёл. Вещь хорошая, но тебе придётся подогнать её под себя. Я не стану с тобой торговать, если мы не друзья. Мои чудные товары не должны угодить в лапы врагов. Вот так-то. Так, хорошо, я понял. Надо поднять репутацию. Окей. Пойдём собирать дерево. Отлично, вот он этот ящичек, только... Только у нас намечается битва. На тебе, леща! Оно брысит меня ярко-пёрой. Я... Ой-ёй-ёй. Я на тебя нападать не хотел. Ты первый палец. Ну-ну-ну, подходи ко мне, давай. Не сцикуй. Ага, сейчас. А если я на скоростухе подлечу? Ого, он летать умеет? Обалдеть. Блинский. Он меня сейчас может уж встать. Бежим, 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 бежим. Надо что-нибудь сажрать. Давай ягоды. Быстрей. Я бы ещё что-нибудь съел. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давай, Смокровь. Смокровь. Убегаем подальше. Бежим, 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 бежим. Вот. Он тоже хавает. И я похаваю. Поднабрали здоровьицу. Ну, блин. Не получается у меня ворачиваться от твоих атак. Ого. Да я прям флэш какой-то. Чё, не говорите только, что ещё один набежал. Чёрт, их двое. Их двое. Помоги мне, бро. Хелпани. Хелпани. Давай, ушатай одного. Ты чё, за мной что ли бегаешь? Да ну нафиг. О, битва началась. Не-не-не-не-не. Я так не договаривался, ребят. Я так не договаривался. Трое на одного. Вы чё? Хотя, вон, смотри, они вроде дерутся. Ладно, тогда я с этим попробую разобраться. Последние пару ударов. Готов. Готов, готов, готов. А те пускай дерутся так. Чипсы мне, пожалуйста, соком. Я посмотрю бой. Я пока поем. Посмотрю битву. А кажется мне, что рогач просирает. У него здоровья совсем мало. Совсем мало. Может он... Всё, рогач сдох. Ну вот. Отомстить за него, что ли? Нет, ладно, не буду обмстить. Весь прикол в том, что у меня места-то нет. Надо в ящик для пожертвования скинуть предметы. И всё будет в ажуре. Значит, скидываем звоночек. А если перья я ещё скину? О, перья тоже можно, нормал. Перья скинем. А если ещё яйцо? И яйцо можно. А кости? И кости подходят. Ммм... А шишки? Шишки тоже пойдут. Ткань. Маловато ткани. Сухая глина. Да сейчас всё им отдам. Перец могу отдать. Брёвки. И ещё один перец. И... Блин, что ещё отдать? Я всё отдал практически. Волун не могу, потому что это в минус уйдёт. Они не любят волны. Как насчёт фрагмента сущности рогача? Подходит. Ну, в принципе, всё. Вроде бы должно... Дружба! Отлично. Мы задружились. Зашибись. Ребят, здорово-дороо. Он даже мне ручкой помахал. Круто. Ну чё, теперь ты будешь со мной торговать? Конечно будет, смотри-ка. Теперь он торгует со мной. Он говорил мне про какой-то то ли рецепт или что. Короче, какую-то штуку, которую я могу поделать под себя и, видимо, надеть. Ткань задумка у меня есть рецепт. Рукавицы рога задумка. Хочу вот эту штуку. И ещё возьму щитки. Чё-то дать ему ещё надо. Забираем рецепты. Отлично. Посмотрим теперь на мои рецепты. Ремесло. Значит так. Теперь я могу сделать рукавицы. Для них нужен... Солнечник, железо, древесина, бечёвка. И то же самое для щитков. Хорошо. Будем искать эти ингредиенты. А мы пока пойдём исследуем деревню этих рогачей. Тут они, походу, супчик варят. Здесь у нас яйца похлешей. Тут у нас домик чей-то. Ещё яйца похлешей. А тут чего? Взаимодействовать. Население. Провиант материалы. Ух ты! Вот это башня! Вид, конечно, невероятный. Похоже, там можно узнать о богатстве деревни и количестве её жителей. А пламя наверху, судя по всему, обозначает размер. По тотему можно понять силу деревни и выяснить, кому она принадлежит. Собиратели из деревни постоянно собирают еду в её окрестностях и приносят её к тотему. А, так вот почему я вижу иногда пустые кустики, либо пустые ячейки, где должны лежать предметы. Их забирают эти собиратели. Теперь всё встало на свои места. Так. Ух ты! Манекены какие! Это тренировочный лагерь, что ли? Можно я подярусь? Не, походу это не для меня. А, это одежда! Это их одежда! Тут щитки, короче, всякие. И, видимо, майка. Ха-ха! Точно, смотри, вон они в майках. Прикольно, прикольно. Так. Чё у нас тут ещё есть? А здесь они, походу, спят на сеновале. Ну, что взять с коров? Любят они сено. Что тут есть ещё? Вон там камень светится. Я думаю, что нам надо сходить туда. А, погоди, так я же его забрать могу. Я уже такую видел. Сфера ихтионов. Точно, я же видел такую. Вон там он ещё, походу, деревня продолжается. И нифига себе! Нифига себе! Надо, брачуньки, помочь! Или не помочь? Жесть! Это крокодил же! Вот он мощный! Ладно, я, братю, не помогу. Помогу, братю, не помогу. Ой, кажется, я сейчас отхочу. На ты, бэ! Ага. Давай, в двоечке его шатанём! На тебе! Какой я мощный, а, со своей деревянной палкой! Мне бы оружие найти, где я помощнее. Не, не шиша, ты не полечишься. Ох ты ж, блин! О, парни подъехали! Красава! Да, мы его ушатали. Пятюню хотя бы дали. Так. Чё я с тебя могу забрать? Зубной камень. Валун. Кость. Железная. Чё там? Железная какая-то фигня. Ещё один камень. И надо похавать. Жетон собирателя. Таких у меня уже четыре. Приказ и жетон собирателя. Вождь деревни отправил их владельца на поиски пищи и материалов. Теперь понятно всё. О, там опять драчка, смотри. Драчка, драчка, драчка. О! А я пока цветочки пособираю. О-хо-хо! Зашибись. Там, конечно, одного рогача сейчас ушатает. Но ничего страшного. А это кто? Беги, братиш, беги! Какой ты маленький. О-о-о! Ну ты едкий. Кажется, он плюётся ядом. Сколько у вас здесь собирателей-то, а? Короче, это мир собирателей. Они здесь дерутся за территорию и пищу. Жесть. Чё здесь происходит? А я тут такой бегу и это... Хе-хе. Я нейтрал. Я... Я не хочу драться ни с кем. Ящик собирателей. Посмотрим, что здесь. Ух ты! Надо посмотреть энциклопедию, почитать про других. Вот они. Плевун. Эти горбатые существа ведут до крайности простую жизнь. Настолько простую, что она вызывает отвращение у представителей других видов. Во время боя они плюются пузырями зелёной жидкости. Скорее всего, это их слюна. Судя по всему, плевуны считают, что весь мир должен быть покрыт их плевками. Хе-хе. Так, ладно, а другой? А, это не крокодилы, это костоломы. По началу, эти существа показались мне невероятно страшными. На деле же, они весьма достойны и непредвзяты. Но только к тем, кто на их стороне. Костоломы говорят, что в них заложено желание служить тем, кого нельзя увидеть в наше время простым взором. Всё понятно. Но пока я останусь на стороне рогачей. И мне нужно ещё раз осмотреть их деревню. Почему-то я не осмотрел всё. Опа. Ребятки, это же лошади. Это же, как они там? Эмм, слона... Слонолошадь, точно. Жалко, я седлать не могу. Может, в будущем чё получится. Но пока не могу. А это кто такой? А, это костолом. Вроде костолом. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я с тобой против... Я с тобой драться не хочу своей палкой. И в одиночку. Я, пожалуй, пойду. Как опасен этот мир. Говорила мне бабуля. Я ж не поверил ей. А теперь наложил кирпичей. Я, в принципе, тут всё уже смотрел. Не знаю, что мне тут ещё осматривать. Но шкала показывает, что не шиша. Надо ещё осмотреть. А, погоди. Может быть, к вождю подойти? Здорово, вождь. Быть такого не может. Мои глаза мне врут. Человек, прямо здесь. Передо мной. Прошу извинить моё изумление. Но последний человек был в этих землях десятки лет тому назад. Как тебя зовут, юноша? Моё имя Хью. И я пришёл сюда из... То есть, мой дом. Шаткие скалы. Моё племя больше не может там жить. И я спустился, чтобы найти для нас новый дом. Я оставил подношение для вашей деревни. И я надеялся, что вы нам поможете. Неужели я дожил до этого дня? Хью, меня восхищает твоя отвага. Но подыскать вам место, где можно жить... Боюсь, что это не в моих интересах. В моей деревне, как и в любом другом племени и на острове, полно голодных ртов. Ну, блин. И всё же... Твоё подношение не осталось незамеченным. И я искренне тебя за него благодарю. Но не все будут к вам так дружелюбны. Люди — это народ, который многие недолюбливают. Я сомневаюсь, что тебе по силам взвалить на свои плечи такую большую ответственность. Я попрошу нашего торговца подыскать тебе щит из наших запасов. Какой-нибудь, что придёт тебе по руке. А пока походи по нашей деревне, такое существо, как ты, наверняка найдёт тут для себя много интересного. Щит будет ждать тебя, когда ты решишь уйти. Щит? Надеюсь, мне хватит сил, чтобы его поднять. Ха-ха-ха! Ты забрался так далеко! Я подумаю, что можно сделать, чтобы ты достиг своей цели. Эвальмар давно ничего не потрясала. И ты, кажется, можешь это изменить. Хо-хо-хо! Возвращайся ко мне, когда заберёшь свой щит. Отлично. Вот это подгончик. Значит, торгаш мне говорил про щит. Хорошо. Пойдём заберём щит. Привет-привет, бро! Чисто по бро меня приветствуют тут. Ух ты, а это что такое? Это карта? Давай посмотрим. Да чего интересный колёсный механизм? А реально, смотри, там колёса. Похоже, он показывает отношения между этими существами. Красные, видимо, их враги. Зелёные союзники. А с белыми они держат нейтралитет. Ну, как бы логично. Получается, что с ярко-пёрами у них нейтралитет и дружба почти. Диски на доске будут вращаться каждый раз, когда на острове происходит что-то, что влияет на отношения между видами. Ну, походу, если я буду что-то там рулить, крутить, то есть получается всего пять племён на этом острове. Ну, естественно, включая людей, получается шесть. Вот так-то. Ладно, всё, деревню мы исследовали. А вот он, кстати, щит. Возьмём его. Что ж, на вид он довольно прочный. Ну, ладно, хватит бездельничать. Нужно спросить у вождя, что делать дальше. Всё, отлично. Мы взяли щит. Теперь я могу защищаться. Очень круто. Всё. Можно щит одеть. Давай мы его оденем. Где моё снаряжение? Вот. Надеть. О, круто. Я как черепашка-ниндзя теперь. Ого-го. Возвращаемся к вождю этого племени. Спасибо за подгончик. Я рад, что ты обзавёлся щитом, юный человек. Но ты всё равно выглядишь хрупким, словно звоночек. Я могу переломить тебя пополам и не заметить этого. Я поспрашивал и выяснил, что неподалёку отсюда есть мастер, который поможет тебе со снаряжением гораздо лучше, чем мы. Ух ты. А кто это? Его зовут Малыш. Большолюды давно вымерли. Но он остался. Никто не видел его много лет. Но, насколько нам известно, он ещё жив. Говорят, что его дом – Пальцовый перевал. Это где-то между районом Скалистый берег и Пустующая равнина. Скорее всего, отыскать его будет не так-то просто. Но такой человек, как ты, наверняка справится. У него большой опыт создания вещей для вашего племени. Так что попытаться стоит. Я... я постараюсь его найти. Спасибо. Найдёшь. До нас же ты добрался. Ха-ха-ха. Удач, человек. Обалдеть. Всё, теперь мне нужно найти полезное снаряжение. Где там карта? А, ну, в принципе, тут недалеко. Смотри-ка, нам сюда нужно драпать. Что ж. Подрапали туда.